Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Филатова Екатерина Никитишна. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Интервью Артем Драбкин. Литературная обработка Сергей Анисимов. Опубликовано 21 февраля 2007 года. Часть 2. Я знаю, что немцы приветствовали возвращение религии. Что-то было? Не успели. Наш учитель нам говорил, что, может быть, нас заставят учить закон Божий, и мы вынуждены будем учить, потому что у нас сейчас другая власть. Этого не было, не успели, но церковь во время войны была восстановлена при помощи немцев. Эта церковь сейчас разрушена, она была очень красивая. Там была служба, старушки все ходили, и я помню, что мама брала и меня, и я ходила. Кстати, этот староста, который был над шестнадцатью деревнями, он ходил только в белом костюме, и он был старостой в этой церкви в Сойкине. Очень он цвел. Люди ему все носили, потому что поп жил у него. Батюшка, который вел там службу, молодой поп, он приходил всегда в дом старосты. У него там было две комнаты. Был великий пост, мама всегда ела только лепешки из картошки и воду пила. Но когда я заходила туда, я видела стол, а там и гуси, и явст полно. Я приходила и говорила. Мама, я не знаю, может, Бог и есть, но ты посмотри, что делает поп. Ты ешь лепешки с водой, а ты посмотри, что ест поп. У тебя остался от советской власти маленький кусок сахара. Ты его отнесла попу. А старушки действительно так верили в Бога, что думали, поможет, может и война закончится. Они все последнее несли попу. Я говорю, он жирует великий пост. Он должен показывать образец преданности Богу, но этого же нет. Помню, у нас с мамой на эту тему была дискуссия. Может, попы есть, но попы неверные. Вам преподают одно, а нам делают другое. Уже никакой веры к этому попу нет. Люди в церковь отдавали последнюю копейку, надеялись, что Бог поможет. Хотя, может быть, потому у нас хоть 30 домов, но осталось. В других деревнях вообще ничего не осталось. У нас крестный ход проводили. Вокруг деревни проходили крестным ходом. Несли советские еще деньги. И все эти деньги остались у староста и у попа, конечно. Какие деньги в то время были в ходу? Советские деньги. Красные такие десятирублевки с изображением Ленина. После войны был обмен этих денег. И потом уже эти старушки говорили, что Бог его наказал, этого старосту. Он эти деньги взял, и у него счастья нет. И у его семьи счастья нет. Какие-то известия с фронтов до вас доходили? Немцы вели достаточно активную пропаганду. Немцы вели такую пропаганду, что Питер будет вот-вот взят. Завтра уже Гитлер будет в Питере приветствовать всех питерцев, которых освободил от коммунистического ига. Они будут жить очень хорошо. Такая пропаганда была постоянной. Все новости мы получали только на собрании. Собрания проводили в больших помещениях, домах. Собирали всех людей, и там уже староста докладывал, читал газету. Осталось каких-то пять километров, и Питер взят. До Москвы со всем рукой подать тоже. Взят Смоленск. России нет. Это все будет свободной Германией. И мы будем работать на свободную Германию. Вот такую пропаганду вели. И у нас три девушки клюнули на эту пропаганду и уехали добровольно в Германию, работать на свободную Германию. Приехали туда, а там их в батраки. Так и они вкалывали до последнего момента. Но нас это колотило. Как можно добровольно уехать в Германию? Добровольно. Но сейчас я уже жизнь прожила, я понимаю. Может быть, они были очень молодые? Война, растерянность, безграмотные. Что там четыре-пять классов образования? Может, они действительно поверили, что будет лучше. Можно уйти с колхоза. Ведь раньше как было? С колхоза нельзя было уйти. Всю жизнь ты должен был работать в колхозе, паспортов не было. И вот они, видимо, хотели уехать в город, выйти замуж. Каждый наверняка думал о лучшей жизни. Я помню, что были и листовки. Но почему-то мне они ни разу не попались. Брат мне рассказывал, что видел листовки. Ленин пишет из могилы, не зовите Ленинград. Его строил Петр I, а не я, плешивый гад. А с советской стороны информация была? Допустим, о Сталинградской битве вы когда узнали? После войны. Потому что в 1943 году мы жили в Финляндии, и там мы тоже никакой информации не получали. Информацию получали только когда приехали в Ярославскую область. Там тоже была деревня. Радио не было, газет почти не было. Но там почтальон всегда в сельсовете, и когда она приносила почту, то обязательно получала какую-то информацию. Какие города сданы, какие города наши советские войска освободили. А так мы ничего не знали. Какие-то изменения в поведении немцев 1941 и 1943 года были? У вас не возникало привыкания к оккупации? Даже не могу сейчас сказать. Я помню, что в 1942 году мы ходили на берег моря продавать землянику, меняли на хлеб. Один раз удачно, один раз неудачно. Смотрели на эти корабли, которые приходили. Там был глубокий пирс, стояли очень большие корабли. Кто знает, что будет, как долго немцы будут. Мы думали об этом все время. В одном месте было партизанское движение, у нас там жила двоюродная сестра. Она была партизанкой. Ее тоже взяли и в Кингисеппе убили. Все время шли эти слухи. Того убили, того забрали. Люди, когда приходили, все время передавали. Кого-то забрали, убили, кого-то немцы ищут. Вот этот страх и напряжение было в течение всего этого периода. Это нас не покидало. А потом стали говорить, что нас увезут. Куда увезут? Пришла Аннушка, сказала маме. Кто-то ей сказал, что увезут на пароме через море. Мол, нас погрузят в открытые паромы и повезут то ли в Эстонию, то ли в Финляндию. А там наши войска бомбят эти паромы, и мы будем обязательно утоплены. Обязательно эти паромы утопят. Мама сшила нам белые рубашки, как покойникам. Если уж мы уйдем на тот цвет, то в белых рубашках. Это я точно помню. Но страх не покидал. Почему нас увозят? Куда? Почему мы должны оставить свои дома? А потом мы стали думать о том, если нас увозят, то им надо имущество спрятать. А вдруг кто вернется домой? Может, Аня вернется, которая была на Урале, и мы о ней ничего не знали. Настя была, мы тоже о ней ничего не знали. И мы решили в городе выкопать яму и закопать там все. Мама лежала на печке, но она Васе сказала, что закопать. Папе на пальто положили, швейную машинку, еще что-то. И все закопали. Мы, когда приехали, конечно, ничего не было. Ямы не было, и в яме ничего не было. Все было вырыто. Не знаем кто, может, и свои, которые из леса вернулись. Им тоже жить надо было чем-то. Трудно сказать. У вас была швейная машинка? Да, подольская, старинная, Зингер. Помогала она вам выжить? Многие говорят, что швейные машинки помогали выжить. Нет, мама шила только для себя. Для продажи ничего не шила. Нам, конечно, она все шила. Папина пальто нам перешивала. Мы в школу всегда ходили во всем новеньком. Она все перекрасит, перешет и опять новенькая, чистенькая. Мы были довольны. Люди всегда говорили, у Марии, наверное, золото. Смотри, как дети одеты. А мама ночами это делала. Днем в колхозе на работе, а ночами шила нам одежду, чтобы мы были не хуже других одеты. Хотя отца не было, отец умер. Но напряжение было все время. Потом уже, когда уезжали, корову забрали. А что такое корову забрали? Это так трогательно, что я даже сейчас, вспоминая эти моменты, плачу. Все равно пропускаешь тот период через себя. Это очень тяжелый период. Потом нам уже точно сказали, что нас будут вывозить. Куда? Зачем? Кто из дома хочет уехать? У людей мужья в армию. У Андреевой Фени муж ушел в армию. У нее было двое маленьких детей. Один с 40-го года, другой 1939 года. Маленькие дети. Куда их? Нет, нас же всех потом, наше руководство бы винило, что мы все добровольно уехали в Финляндию. Не было этого. В нашей Ленинградской области есть ингермаланские финны. У них финский язык, и они действительно финны. Может быть, они и желали поехать. Может быть, из них и были добровольцы. А у нас здесь никого не было, потому что мы финского языка не знали, только русский. Мы считали себя русскими. Пишем по-русски, читаем по-русски. По-фински не знаем ни одного слова. Куда мы поедем? Тем более, нас не в Финляндию увозили, а в Эстонию, в лагерь для переселенцев. Это не было концлагерем, хотя концлагерь был рядом. Он был в Клога-Ягала, а нас привезли туда же, в Палдиски. Концлагерь рядом был большим. Это был один из первых концлагерей, куда потом вошли наши войска. Там были то ли полицаи, то ли немцы, то ли эстонцы. Рядом была колючая проволока, немцы, овчарки. Любопытно же было. И мы ходили туда посмотреть. И женщины нас спрашивали, девушки, вы откуда? Мы из-под Ленинграда. Они заинтересовались. И вдруг появился полицай, и мы сразу разбежались. Там их расстреливали и сжигали трупы между дровами. Тех, кто был в этом концлагере, практически всех расстреляли. В Палдиски нас привезли в такие же общие бараки на 150 человек. Это бывшие военные казармы. Мы могли только сидеть, лежать мы не могли, потому что так было много народу. Сели на свои котомки, сидя и спали. Три дня нас вообще не кормили. У кого-то был хлеб, лепешки. А через дня два сказали, что дадут суп. Все пошли в очередь. Очередь была на километр-полтора. Что-то там в котлах варилось. Когда получили эту баланду, ее кушали по поварешке на человека. Потом говорили, что это то ли дохлая конина, то ли лосятина со трубями. Еще у нас вообще не было воды. Стирали в лужах, ходили к одному крану, чтобы взять попить. Там тоже была огромная очередь, чтобы взять бутылку воды и чуть-чуть попить. От этого люди стали болеть и умирать. Больше тысячи людей умерло, а всего нас было шесть тысяч. В основном дизентерия была. Это было массовое уничтожение людей. Потом туда приехали финны. Финны были заинтересованы в здоровой дешевой рабочей силе, и немцы продавали нас как бесплатную рабочую силу. Финны стали нам давать сильные уколы, и при мне один парень сразу умер от укола. Такой сильный был укол. Я так думаю, что это было лекарство. В Клога, в лагере для переселенцев, мы пробыли сорок девять дней. Я всех останавливаю и говорю, когда люди сейчас спекулируют на этом. Не надо. Да, там было плохо, были вши. Страшно передать, какая грязь. Вши и голод сделали свое дело, поэтому шестая часть умерла. В основном умирали дети и старики. У меня тоже и сестра двоюродная, и бабушка умерли. Но это был не концлагерь. Потом нас посадили на корабль в Ирго и повезли в Финляндию. Мы прибыли в Ханко. Раньше это была наша военная база, но тогда там были немцы. Проволока, везде овчарки. Нас привезли в лагерь, и в этом лагере детям стали давать по стакану молока в день. Потом нам там давали геркулесовую кашу. Я с тех пор... Я с тех пор ем геркулесовую кашу, потому что геркулесовая каша нас практически всех поправила, мы вылечились. И еще нас водили в баню. Там мужчины и женщины все вместе. 120 градусов жары, все горело, но зато все вши уничтожились. И это постоянно несколько месяцев продолжалось. И вы знаете, вши выходили просто из-под кожи. Из бани придешь, оденешь все чистое, а утром полно вшей. Я бы никогда в это не поверила, если бы это не было со мной. Но это было со мной и с мамой, и с братом. У всех так было. Белые большие вши. Они были на верхней одежде, везде. Спать вообще невозможно, все время чесались. Вши у людей всегда появляются будь то от голода, почему не понимаю. В этих лагерях сначала в Ханко, а потом в Раума, нас привели в чувство. Нас кормили геркулесовой кашей, а в Раума иногда даже давали гороховый суп, ели в обед. Кормили три раза и по стакану молока детям. Потом в Раума нас распределили по кулакам, хозяевам. Это были зажиточные владельцы больших участков земли. Очень многие, которых не захотели брать землевладельцы, стали работать на заводе. Вот Андреева работала на заводе. Наших много работало на деревообрабатывающем заводе. Они получили маленькие комнатки, получали зарплату. Ее хватало на питание, все нормально. Землевладельцы были тоже разные. Некоторые их кормили хорошо, давали одежду и обращались нормально. У нас была хозяйка, хозяина не было, он давно умер. А сын был в армии на немецкой стороне, и его убили на фронте. Он погиб не в финскую войну и в 1939 году, а в 1941 году. Поэтому она ненавидела всех, в том числе и нас. Она считала, что это мы виноваты в том, что убили ее сына. Только Россия виновата. Она же не понимала, что немец напал на Россию и в Финляндии добровольно пошла с финцами. И вот она была очень жестокой. Она очень нас ненавидела. У нее было две наших семьи. Одна семья была с Гатчиной и мы. Кроме того, у нее было 16 человек военнопленных, которых финны просто брали с лагерей для работы. Военнопленные жили в страшных условиях. Жили в маленьком помещении, спали друг на друге. Ужасно. И кормила она их очень плохо. Хотя и нас она очень плохо кормила. Нам всегда не хватало. Мы у нее всегда голодали. Нам всегда хотелось есть. Мы же росли. Работали мы практически бесплатно. Год почти работали. А она нам за это дала столько денег, что мама смогла купить только один мешок муки. Ящик сколотили, и мы этот ящик потом привезли в Ярославскую область. Хозяйка, тем не менее, нас как-то все же кормила. Утром были галеты, днем суп со шпиком, картошка с подливой на воде и маленький кусок сала. Был чай с сахарином. Сахара вообще не было. Сахарин всем давали по карточкам. Раз у нее было две семьи, ей давали эти карточки, и она сама отоваривала их на обе семьи. Мы не знаем, как. Кроме того, давали масло. Не помню, сколько. Не было желания у нее что-нибудь украсть? Нет. Вы что? Ни в коем случае. В Финляндии такой закон. Если украдут, то отрезали руку, кисть руки. У них настолько жестко, что у них вообще не было воровства. Помню, я пошла в Лайтила, в двух километрах от этой усадьбы, и попросила будильник. Мне дали будильник бесплатно, но записали адрес, чтобы, когда мать получит деньги, чтобы я принесла. Один раз дали бесплатно варежки, но записали адрес. Сейчас такого нет. Я в 1996 году ездила туда, и они говорят, «Ой, у нас сейчас воровство. Раньше не было. Когда мы приехали, нас об этом сразу предупредили. И мы знали, если мы что-то украдем, то нас бригадир сразу. Он все время ходил с плеткой. Если сделаешь не так, как он сказал, он дает тебе плеткой и не пикнешь даже. Мы его очень боялись. Но есть нам хотелось всегда. Детям все время хочется кушать, а нам всегда не хватало. Там очень много озер. Сама Финляндия очень интересная страна. Камни, огромные камни, и сосны растут прямо на камнях. Красный камень, по-моему, гранит, и кругом озера очень красивые места, необыкновенные. Там даже маленькие домики очень красивые, так аккуратно покрашены. Бордовые белые окна. Очень оригинально. По сравнению с нашими хибарами, которые у нас были особенно до войны, это вообще все было какое-то райское. Но это было все чужое. Совершенно чужое для нас. Мы знали, что мы на чужой земле. Даже когда мы были в лагере, нам хотелось что-то заработать. Есть хотелось. Мы с Васей иногда днем ходили по домам и просили работу. Нам давали работу. Пилить дрова. И по три марки в день нам платили. Потом иногда нас сажали кушать. Там были финские военные, раненые в отпуске. Вы знаете, как они издевались? У них все носит финки. Даже такой маленький пацан, он все равно с финкой. И они показывали нам, как они у каждого русского отрезают голову. Каково нам было? Они нас называли Руся. Это такое унизительное прозвище. Это значит, ты не человек. Как можно особенно маленьких так обижать? Они же навсегда это запомнят. Мы знали, мы находимся у врагов. Потом приехал офицер и сказал, между Финляндией и Советским Союзом перемирие. И есть возможность вернуться на родину. Да вы не представляете, как мы взлетели. Нам казалось, что все мы летим домой. У хозяйки было радио и газеты. Она все знала о политике в нашей стране. Знала нашу сталинскую политику. Мы же не знали ничего. С нами никаких разговоров на эту тему не вели. Мы были просто батраки, лакеи и все. Хозяйка стала маму уговаривать. Вас домой не повезут, не уезжайте, оставайтесь здесь. Она видела, что пленных у нее заберут, а когда мы, две семьи, от нее уйдем, кто же у нее будет работать? У нее столько земли, 150 гектар земли и 70 гектар леса ей принадлежало. За 30 километров кругом населения должно было ей отрабатывать за то, что на ее земле живут. Она везде ездила, искала людей, потому что знала, что мы уедем, но никого не нашла. У нее был второй сын офицер. Он сказал, продай все, положи деньги в банк, будешь жить на проценты. Но она не могла. Ей хотелось руководить этим большим хозяйством, хотя ей самой уже было под 65-70 лет. Она все маму уговаривала. Вас увезут в Сибирь, вы были под немцами. Мама придет, нам рассказывает. Мы говорим, если ты не хочешь уезжать, можешь остаться, мы сами поедем. Мама, конечно, и не думала оставаться, но тем не менее такие разговоры все время шли. Когда нас начали увозить оттуда из Финляндии, сначала увезли военнопленных. Она давала военнопленным обувь, одежду, а когда они уезжали, она эту обувь отобрала. Они уезжали в ноябре месяце в носках. Вот какая жестокая была. Где их потом обули, я не знаю. Их увозили в закрытых вагонах, на которых было написано «предатели Родины». Нам говорили, что они не имели права сдаваться, особенно офицеры. Был такой сталинский закон, и они должны были покончить с собой. Когда перемирие началось, они радовались тому, что вернутся на родину. Думали, может, их и посадят, но не думали, что будут уничтожены. Один офицер из Ленинграда дал нам свой адрес, сказал, мы здесь такое с вами пережили, обязательно после войны будем с вами встречаться. Но ничего. Видимо, он сразу погиб. Сколько мы потом писали, ответа не было. Может, в Питере его дом разбомбили. Но когда хозяйка отобрала у них обувь, мы были так возмущены, мы готовы были разорвать ее на куски. Обувь она обрала у них потому, что думала, что кто-то к ней придет снова. И она их обует, и те будут работать. Так она рассчитывала. И потом, когда нас привезли на сборный пункт в Турку, она очень просила маму, чтобы мы прислали ей обратно карточки. Когда мы уезжали, она вынуждена была отдать карточки нам на руки. Но у нас карточки сразу отобрали. Я ей об этом написала. Мы ничего не можем вам вернуть. В Германии, когда закончилась война, те, кто работал у немцев батраками, взяли власть в свои руки и начали мстить хозяевам. Такого в Финляндии не было? У нас такого не было. Почему? Потому что нас было не так много. Среди военнопленных возмущений не было? Все время было возмущений, но они ничего не могли сделать, потому что у нее был такой ярый фашист-бригадир и сын-офицер. Он жил в двух километрах, а у нее был телефон. Он моментально мог привезти целое войско. В Турку нас поместили в товарные вагоны, и мы прибыли в Ленинград. В Ленинграде к нам уже зашел человек в штатском. Здравствуйте, граждане, здравствуйте. Мы так обрадовались. Вы знаете, куда вы едете? Знаем, в Ленинградскую область. Ваши дома все сожжены. Вы едете в Ярославскую область. Там вас посадят у людей в деревнях, где вас могут обогреть, а после войны вы сами уже вернетесь на родину. Когда ушел страх? Даже не могу сказать. Когда мы вернулись на родину, нам казалось, теперь уже все позади. Вернулись на родину, а домой нельзя. Понимаете? Домой мы не попали. В Ярославской области жили. Там тоже был голод, потому что мы совершенно ничего не имели. После войны мы жили в Волосове. Жили по очереди у троих, потому что люди пускали временно. У них свои семьи. Один, второй, третий дал уголочек. Один дом был пустой. Мы в этот дом потом поселились. Двенадцать лет мы скитались по чужим углам и не знали, где мы будем. Все время было непонятно. Когда мы жили в Волосове, мы были в пастухах, потому что кушать надо. Мама работала в колхозе с винаркой, тоже мало получала, а мы пошли в пастухи. И там в пастухах один раз танкисты у нас утащили овцу. Я видела. Мы были в лесу, прошла танковая бригада и был выстрел. Вася говорит, иди скорее на этот выстрел, а я стадо погоню домой. Я побежала, увидела автомат и молодого человека в темно-синей форме, который тащил овцу. Когда я увидела автомат, то поняла, что он меня запросто пристрелит. В лесу никого нет, моментально пристрелит. У меня сразу страх, я убежала. Говорю, Вася, я видела кто, он с автомата в темно-синей форме. Это были танкисты. Я боюсь, не пойду, он меня убьет. Мы пошли в колхоз и нам не поверили. Сказали, наверное, вы сами зарезали овцу. И мать, наверное, увезла. И нам ничего не заплатили за целый год. Все лето мы пасли, с мая по октябрь, и нам ничего не заплатили. Тоже была обида, конечно. Потом два года я одна пасла. Вася уже работал в бегуницах трактористом, а я одна пасла в Волхове маленькое стадо. Меня кормили, чего-то платили. Но я всегда боялась говорить, что я ижорка. Это подозрение было все время. Мы в таком страхе все время и жили. Потом надо было куда-то определяться, и в 14 лет я поступила в школу ФЗО в Нарву. Там было текстильное предприятие и был набор. И вот я уехала туда. Девять месяцев я там проучилась, мне дали форму. У нас была такая песня. За километр узнаю, что ФЗУшники идут. Сороковой размер ботинок еле ноги волокут. Мы же дети, а действительно ботинки вот такие дадут, взрослые бушлаты. Мы были на чучел похожи, но гордость, что я заработала сама, была такая, что я шла по деревне, но скверху. На мне бушлат, ФЗУшное платье, такие значки и огромные ботинки. Но голод был почти до 1953 года. ФЗУ по карточкам нам давали маленький кусочек хлеба. Когда нужно было чистить картошку и варить на всех обед, так мы на драку. Приходит воспитательница и говорит, кто сегодня на кухню. Все поднимают руки, потому что там давали дополнительную порцию супа. А когда голод, то идут на все. У нас там было много детдомовских, так они воровали. Воспитатель всегда говорил, девочки, сегодня не спите. Сегодня группа детдомовцев пойдет на облаву, мне уже передали. Они воровали бушлаты, а потом меняли на базаре на кусок хлеба. Голод был всегда. Еще мы там ездили на торфоразработки. Как только выходной, нас группа мы вывозили на торфоразработки. Под станцию в то время топили торфом, и мы копали торф для отопления. Но мы продолжали учиться, потом я окончил эту школу. Мы стали работать, стали зарабатывать деньги, потом я поступила в вечернюю школу. Наверное, тогда и ушел этот страх, когда уже стали работать, когда почувствовали, что мы получаем какие-то средства. А в 1953 году меня перевели в Таллин на балтийскую мануфактуру. Дело в том, что там не хватало рабочей силы, там не было ФЗО, и необходимо было пополнение рабочей силой. Я дала согласие и переехала туда. А мама в Ярославской области жила до 1955 года. Те, у кого отцы мужья были на фронте, они брали с военкомата документ, приезжали в Ярославскую область, брали свои семьи, привозили сюда и прописывали. Мой дядя, мамин родной брат из Мишино, он был на фронте. Он приехал, забрал свою семью и привез в Мишино. Такие семьи возвратились вовремя домой. А те, у кого не было, у сестры муж тоже был на фронте, но он то ли пропал без вести, то ли погиб. Так мы и ничего не знаем. Потом по одиночке оттуда сбежали, но все получили здесь 24 часа. Ты должен покинуть 24 часа Ленинградскую область, особенно Кенгисепский район, где была погранзона, где мы жили. А вот в 1955 году, когда уже Сталина не стало, маму прописали обратно. Наш дом был цел. У нас в деревне 34 дома сгорело, а 30 домов осталось. К счастью, наш дом был цел и мама вернулась домой. Маму прописали здесь, я приехала из Нарвы, привезла обои. Мы заклеили дом. Наш дом занимал военнослужащие в отставке. Он сказал, этих всех отсюда выселили и правильно. Они заняли наши дома и как теперь хорошо. А мы приехали, когда маму прописали, вернулись домой и попросили их освободить дом. Я работала в Нарме и приезжала просто навещать. Это после 1955 года. В Таллине я тоже в общежитии жила. Вообще я 20 лет прожила в общежитии. Квартиру я получила тогда, когда была депутатом Верховного Совета. В Таллине я тоже ходила в вечернюю школу, а после техникума меня отправили в Москву, в высшую партийную школу при ЦК КПСС. Я уже в Таллине работала и все было хорошо и спокойно, когда меня стали агитировать депутаты. А у нас одно время на Балтийской мануфактуре директор был еврей, молодцов. Он говорит, почему ты не хочешь, молодая девица? Я говорю, боюсь вас подвезти, могу что-то сделать не так. Он говорит, я тоже не сразу стал директором. Полгода шел в одну сторону, а комбинат шел в другую. Вот так. Если тебя изберут, если за тебя проголосуют, чтобы тебе выступить в Москве, твое выступление 30 раз проверят, а ты только прочитаешь. И вот меня выдвинули сначала в местный районный городской совет, а потом в период 1965 года по 1970 год я была депутатом Верховного Совета. В городе меня заставляли выступать много раз. Знали, раз одна, семьи нет, давай ее везде пихать. Мне это вроде как и нравилось. Мне хлопали, вроде хорошо. Сейчас-то я понимаю, что это было ни к чему. К нам потом Терешкова приезжала и другие космонавты, но не Гагарин. Его я увидел уже в Москве. Титов приезжал в Таллинн, потому что у него там была девушка. Представляете, он уже был женатый, но он останавливался всегда в гостинице Астория, в которой был ресторан. В этом ресторане официанткой работала какая-то девушка, которой он был увлечен. В Москве мне не удалось ни разу выступить. Это было абсолютно исключено. Там выступал кто? Только первые секретари ЦК. Нам не давали, конечно. Но мы там уже общались с такими видными людьми. Это давало такое вдохновение. Их все время показывали по телевизору. Кажется, что они необыкновенные. А они такие простые люди и ведут себя настолько просто, как будто тысячи лет тебя знают. И это давало подъем духовных сил. Серьезно. Что я? Вот простая рабочая, столько пережившая. И теперь такие люди так просто ведут себя. В нашей группе от Эстонии был Касатонов. Он был первым заместителем адмирала флота Горшкова. И Рокоссовский тоже был у нас. Но он, по-моему, в 1969 году умер. У него было высокое давление. Потом вместо него избрали Русакова. Он был заведующим отделом по международным делам при ЦК КПСС. Тоже личность. Объездил весь мир. На сессиях были 20-минутные перерывы, и они давали очень интересную информацию о странах, где они побывали. Конечно, мы слушали, раскрыв рты, потому что мы ничего такого не знали. И это тоже давало такой подъем духовных сил. Когда я приезжала из Москвы, думала, ну все, теперь на небо взлечу. Могу все преодолеть. Такой был подъем духовных сил. Но я помню, мама жила у меня в Таллине и говорила, я у тебя живу, как в тюрьме. Ты все время на работе, совещания, мероприятия проводишь, ни слова некому сказать. Я говорю, познакомься с женщинами на улице. Нет, говорит. Я плохо говорю по-русски, они надо мной будут смеяться. Какое у вас сейчас отношение к немцам и финнам? Разное. Во-первых, туда, где мы были, я два раза писала и ответа не получила. Я поняла, что там те, кто были, умерли давно, и меня никто не знает. А к немцам? Когда я работала секретарем парткома в Таллине, приезжали немецкие делегации. Приезжали такие простые люди, дарили подарки для детских садиков. Очень хорошие немцы к нам приезжали. Выступали наши рабочие, очень тепло их принимали. Потом и наши текстильщики ездили туда. Немцы такие же люди, как и мы. И они не виноваты, что Гитлер столкнул наши народы. Люди все одинаковые. Все зависит от пропаганды. Горечи не осталось? Сейчас такого остатка нет. Я вот была и в ФРГ в 1983 году. Интервью Артем Драбкин. Литературная обработка Сергей Анисимов. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.